Мы вот бьемся, 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 бьемся. Уже такие кипы писем понаписали. И все, отписки, отписки, отписки. Сезон новый, проблемы старые. Уже несколько лет жители Ярового встречают зиму холодными батареями и теплыми носками. Причина – уже традиционный выход из строя котлов на местный ТЭЦ, которым на минуточку больше полувека. Несмотря на печальный опыт прошлых зим, в этом году попытка подготовиться к холодам снова провалилась. Ситуация, которая сейчас произошла, она была в прошлом году и в позапрошлом году. Также свищ, также выбило прокладку. В 2019 году была трагическая ситуация, человека не стало. И с года в год одно и то же. На этот раз котел, который должен отапливать город зимой, проработал всего сутки. Несмотря на то, что аварию устранили, на несколько дней без тепла остались не только жилые дома, но и социальные объекты. Родители приносят обогреватели в садик. Это называется возвращаться в каменный век. Ну это все смешно, вот честное слово, и несерьезно. Яровчане не раз обращались к местной власти с просьбой построить котельную взамен ТЭЦ, которая не справляется со своими задачами. Даже слышали в ответ о нескольких проектов. Однако дальше слов дело так и не пошло. Мы откажемся от этой махины, которая сжирает все пенсии и зарплаты нашего народа. Но вот уже сегодня совсем другой год, а это все оказалось словами. Деньги вкладываются в реконструкцию старой никому не нужной ТЭЦ, которую нужно просто бульдозером снести. Вот это путь в никуда. Можно, ведь есть понятие старения, усталость металла. За 50-70 лет котлы уже просто изжили свое. Насколько максимально температура поднимается? Ну градусов 18, не больше. Даже 15. И это при условиях плюсовой температуры на улице. Сколько градусов может быть зимой, жители вспоминают с ужасом. В повторяющейся из года в год ситуации винят не только местную власть, но и краевую. Своими словами власть вызывает недоверие к себе. И то, что вот они говорят, мы просто боимся, что когда будет минус 25, полетят все котлы. И тогда вообще город замерзнет. Если ты не можешь руководить, уйди. Может быть найдется достойный человек, который выведет это положение. Я надеюсь, что все-таки наше руководство края сделает выводы и исправит это положение. Тем более мы обращаемся неоднократно, третий год подряд. Сколько можно? Мы считаем, что это краевые власти в первую очередь допустили такую ситуацию, которую мы сегодня расхлебываем. Так, вот сейчас 15 градусов. В местном храме, несмотря на то, что отопление вроде как дали, батареи остались холодные. Согреваются здесь только обогревателями. Жаль детей. Особенно грудничков. Мы-то ладно, оденем носки, теплые халаты. А таких деток очень жалко, что они простыхают, болеют. Даже когда иду, видно в детском садике меньше детей. А это и есть та самая ТЭЦ, которая должна обогревать весь город. Но вместо этого температура в холодное время в домах чуть выше, чем на улице. А вот тарифы на тепло продолжают расти. А местная власть проблемы людей словно не слышит. Получить комментарий в городской администрации нам не удалось. Дверь закрыта, личный прием граждан временно приостановлен. Связаться по телефону также не получилось. О том, что сейчас происходит на теплоэлектроцентрале, рассказал ее новый директор. Мы запустили в работу 10-й котел, который вызвал некоторые проблемы в эксплуатации. Мы его запустили, он работает нормально. Восстановили генерацию. На данный момент проблем по обеспечению города теплом, электрической энергией, горячим водоснабжением. Упьи так нет. Несмотря на то, что ответственные уверяют, работа налажена, люди по-прежнему сомневаются в качестве выполненных работ. Масло в огонь подлил и ролик о взрыве, который горячо обсуждает в соцсети. Его автор, работник ТЭЦ, решил поделиться видео с сыном. Последний выложил его в интернет. По словам блогера, теперь у его отца могут возникнуть серьезные проблемы. Но когда его вызвали к руководству и спросили, он не стал ничего отрицать. Спросили, это ты снимаешь. Он сказал, честно, да, я. После этого ему активно начали намекать, что сейчас еще будут проводиться разборки с намеком, что, скорее всего, его уволят. Сам автор ролика от комментариев пока отказался. О том, какая судьба его ждет, вопрос открытый, так же, как и ситуация с теплоснабжением города. А между тем, всю неделю в городе работали сотрудники Следственного комитета края. В ближайшее время они должны дать оценку действиям должностных лиц. Но уже сегодня известно, что на ТЭЦ снова сменился руководитель. Прежний не продержался там и месяца. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.